Дух в движении, настрой боевой. Подготовка к паралимпийским играм почти завершена. Уже скоро спортсмены из Чувашии в составе сборной страны отправятся в Токио. Правда, выступить им придется под флагом Паралимпийского комитета России, а подниматься на пьедестал на церемонии награждения под фрагмент первого концерта Чайковского, а не государственный гимн. Елена Иванова, самая опытная участница и трехкратная чемпионка, будет представлять Родину вместе с новичками. Сергеем Бирюковым, Денисом Гавриловым, Татьяной Гуреевой и Сергеем Ивановым. Я сейчас на тренировочной базе в Тульской области, в Олексине, АК. У нас сбор только сегодня начинается. Мы только вчера приехали. Ну, заключительный сбор. Надеюсь, что все узнают, что такое пара-бадминтон. Пара-бадминтон первый раз включен в программу Паралимпийских игр. Глава республики Олег Николаев по конференц-связи пожелал спортсменам, несмотря на возможное давление, не отступать от принципов олимпийского движения. И помнить, что они в любом случае настоящие герои, которых будут поддерживать болельщики. Мы все будем за вас болеть, переживать. Ну, и таким образом, конечно же, поддерживать. Уверен, вы будете это чувствовать. Ну, и, конечно же, мы вас ждем здесь, в Чувашии. И когда вы вернетесь, мы обязательно с вами встретимся. И я уверен, что вы достойно представите нашу страну, республику. И у вас все получится, потому что с вами вся республика. И будем делать все в спортивной отрасли для вас, чтобы профессиональный спорт нашей республики развивался. Потому что, глядя на вас, другие жители нашей республики начинают заниматься спортом. Добавлю, что с 1988 года советские, а потом и российские спортсмены участвовали во всех летних и зимних паралимпийских играх. За всю историю наши паралимпийцы выиграли 421 медаль. Из них 145 золотых. Старт игр в японской столице уже 24 августа. Ева Крутова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. Продолжение следует...